Мы узнаем, что произошло? Я думаю, что не узнаете. И вообще, я как-то не очень, честно говоря, хорош как собеседник по этому поводу, потому что для меня в этой истории начисто отсутствует какая-то драматургия. Я не говорю про драму, да, драма для людей, не говорю про драму и трагедию для тех, кто относился с симпатией или каким-то образом связывал свои надежды или мечты, или политические страсти. С Немцовым непосредственно я говорю только о себе, что для меня здесь драматургия отсутствует. Почему? Да, потому что ведь она была бы, если бы, ну, как мы знаем, основной обвиняемой, так или иначе, это, ну, общественным мнением обвиняемая, это власть, да. Это было бы драматургично, если бы власть боролась бы за какую-то чистоту своего имиджа, если бы она претендовала на какую-то цивилизационность. А современная российская власть, она этим абсолютно не заморачивается. Она легко заворачивается, она легко обертывается шкурами, она громко рыгает, она присаживается по нужде там, где приспичило, и ее вот эти все репутационные тонкости абсолютно не волнуют. Я, кстати, вот давно не наблюдал, и не знаю, Лавров сейчас по-прежнему выступает в ООН в шкуре на голое тело, или его все-таки уговорили тельничек поддевать под нее. Вот, в конце концов, любая власть, она периодически кого-нибудь ликвидирует. Вопрос в том, насколько умело она это делает, и насколько она этого стесняется. Совершенно очевидно, что какие бы ни были причины, если человек находится под давлением, если на него показывают пальцем, на него там ставят черные метки, да, там его винтят ОМОН и так далее, то кому-то может показаться, что вот с этим все может. А здесь никто, кстати, никто ничего не знает, потому что все реальные данные скудны, и все выводы, которые делаются, делаются, высасываются из различных органов, в том числе и из пальцев. Но более, скажем так, загадочные убийства в истории современной России, как вы знаете, они уходили в песок, и о них сейчас даже никто не вспоминает. 20 лет прошло с тех пор, как убили Листьева, и до сих пор ничего не понятно. А там просто уже никто не будет ворошить ту кучу, потому что на самом деле и заказчики, и исполнители все уже давным-давно мертвые. Все, конечно, изумления смотрели этот ролик, как в Раке некие люди, которые были названы скульптурой, некоторых из них по летам. Так а какая разница, 3000 лет в скульптуре или это модернистская хорошая картина? Вот недавно мы видели там православных мракобесов, которые то же самое вытворяли на православных выставках. Ценность этой картины, вещь спорная, она может казаться столь же велика, как ценность этих статуй. Но если мы вспомним историю христианства, христиане уничтожили не меньше, а больше, чем нынешние исламские фундаменталисты и другие религиозные фонатики. Мы помним, что античный мир, 80% наверное всей античной культуры было разгромлено, уничтожено. Ведь статуи были не просто статуями, это были всегда либо какие-то языческие боги, Дионис, Зевс, Артемид, Афина. Вот они разбивались не просто на какие-то куски, они перемалывались в щепень. Самые величественные храмы античности, такие как храм Сиратиса, тоже был истреблен практически до состояния песка. Это все делали христианские фонатики, которым удалось расправиться на тот момент почти со всей античной культурой. Так что исламисты ничего нового не предлагают, они просто предлагают более живой вариант религии, которая еще не окостенела. Потому что ведь то, что происходит сейчас с православием, понятно, что это там на 99,9% чистый театр. И что в основном люди, которые себя полагают верующими, в этом есть такой милый момент притворства. И когда речь идет о оскорблении, их часто всегда нужно говорить о том, что пусть они сперва докажут, что они верующие. Потому что у нас есть все основания в этом сомневаться. Сейчас религиозная вера слишком много дает привилегий тому, кто назвался ее носителем. Серьезных привилегий, потому что молчание и скрывание своей точки зрения для того, чтобы не расстроить верующего, это привилегия для верующего. Молчание, на которое обречены мы. Освобождение от налогов по признаку близости к сверхъестественным существам. Это тоже существенная привилегия. При том, что мы прекрасно понимаем, что все быстро меняется в этом мире. И может быть мы еще увидим какую-нибудь прелестную сцену, когда в изменившемся резко русском мире Чаплин примкнет к Фемену и на заседании Поместного собора тоже обнажит грудь. Это будет чрезвычайно живописно, но этого нельзя исключать. Мне очень нравятся вот эти вот заросли мракобесия. Мне очень нравится разгул злобной поповщины, потому что я хочу, чтобы это все видели. Ну и, кроме всего прочего, настоящий красивый атеизм рождается только в поединке с попами. А что делать с этим ИГИЛом, например? С чем делать? С ИГИЛом с этим. Вот что делать? Ну, условно, берем его так. С этими муслимальскими фанатиками, которые там крушат кувалдами и все, что им попадает. Ну, вот здесь я вам не отвечу, потому что у меня нет... Серовое сообщество должно как-то на это ответить? Или должно просто сидеть в интернете? Нет, я боюсь, что вообще момент соприкосновения, момент, когда в этом вопросе нужно будет наводить порядок, к общему ужасу наступит. И вот там уже мир не будет делиться по тем признакам, по которым он разделен сейчас. Это будет общая беда и общая война. Война кого в кем? Тех, кто ломает статуи, и тех, кто их не ломает. Тоже доживем до этой войны? Или мы доживем до окончания этой войны, если нам произойдет? Ну, по крайней мере, мы будем присутствовать при ее начале, потому что... Это тоже, кстати говоря, очень интересно. Вот когда случилась вся эта история с Немцовым, я, честно говоря, немножко обеспокоился. Потому что мне не нравится, что события в России начинают развиваться так быстро. Я бы вот эту фазу, вот предреволюционную фазу, я хотел бы немножечко забержать, чтобы он шел чуть медленнее. Нет, он вас не спросит. Он не то, что меня не спросит, он не спросит никого. Он никого не спросит. Увы, да, и очень смешно, когда я беседую с какими-то своими кремлевскими друзьями, которые периодически мне устраивают выговор за мое больнодумство. И люди, с которыми много-много лет прожито, и много-много лет продружено, и более того, близкие люди, которые сейчас берут на себя функции судей, определители, что есть добро, что есть зло. И вот я помню недавний случай с чрезвычайно важным, высокопоставленным человеком мы сидели, моим старым другом, представьте, мы сидели в каком-то ресторанчике. Он мне что-то объяснял про то, как надо относиться к сегодняшней власти. И я его между делом, наблюдая, как он поедает какое-то плёто, спросил, слушай, говорит, ты тушенку ешь? Он так встревоженно на меня посмотрел, колючий, говорит, ты почему здесь тушенка? Я говорю, блин, ну когда я тебя буду прятать, мне же тебя надо будет чем-то кормить. И вот в ту секунду и до него, по-моему, дошло, что всё на этом свете гораздо более хрупко, с гораздо большими скоростями развивается, чем бы, наверное, им хотелось. Хилари Клинтон может объявить, что будет развлекаться в комбинации президента и принимать участие в президентской культуре. Женщина, нет? Это восхитительно. Но невероятно, это восхитительно, опять-таки, в пересчёте не на Россию только, да, потому что России бы лучше не иметь вообще никакого президента, будем откровенны. Я боюсь, что мы имеем прецеденты всяких Екатерин, поскольку у нас очень быстро стирается грань между монархом и президентом, поскольку любое существо фараонизируется, получившее верховную власть, и это всё равно тот же самый абсолютизм в монархе, то, вероятно, нам таких экспериментов ставить не стоит. А там где... Екатерина не худшая платила. Вы знаете, она не худшая, когда мы глядим на всё это через грязную, мутную, искажающую линзу истории. То есть издалека. Да, очень издалека, к тому же мы, опять-таки, не можем быть ни в чём уверенным, потому что история, это, как я уже вам неоднократно говорил, ссылки одних фантазёров на других, это не наука, да, это всегда искажение прошлого, которое мы никогда не сможем восстановить на самом деле. Но вот есть блистательные, понимаете, в тех странах, где президент и администрация являются тем, кем они должны быть, блин, обслуживающим персоналом. Не более того, любая власть, это обслуживающий персонал, это официанты, это повара, повара, посудомойки, это обслуга отеля, который обязанно заботиться исключительно о сборе налогов и о честном их распределении, которая не должна даже помыслить о том, чтобы кого-то учить. Ведь кого-то учить или кому-то объяснять, как жить или объяснять, как относиться к чему-то. И есть восхитительные, вот, ну, я понимаю, что это из моих глаз звучит особенно смешно, у меня приводят в дикий восторг, дали грибу, ускайты. Литовка. Да, Литовка. Я понимаю, что когда Невзоров говорит о литовском президенте, восхищенно, это нонсенс, да, но восхищает меня эта женщина и обаянием, и храбростью, и полным отсутствием тормозов, и вместе с тем абсолютной цивилизованностью. Вот как она это все ухитряется в себе сочетать. Причем мы видим искренность, да, ведь русская власть, она даже не утруждает себя каким-то нормальным лицемерием, да. Все настолько всегда сшито белыми метками. Вот этот обаятельнейший усатый дядька, который иногда выступает, да, Песков, он же чуть, вот чуть не подмигивает, сказывая про то, что ни одни мы, ни мы не участвовали, ни мы не имеем к этому никакого отношения, да. Существуют этикетные вещи, взаимоотношения, как между странами, так и с собственным народом. Но они ведь и даже и в прессу, которая должна обеспечивать их шалости, они же тоже, в общем, сейчас произвели какое-то такое странное. Смотри, да, можно, вот, можно метафору, да, иногда и меня тянет на лирику, да. Вот весна, и обнажаются от снега газоны, выясняются, что они все густо загажены собачками, да. Это природа, да. Это природа, совершенно верно. Вот власть тоже повсюду оставляет следы своей жизнедеятельности. Первый раз, сейчас, сейчас я зайду в лиричности и в поэтике очень далеко, я подозреваю. Существует несколько способов убрать это все, да. Существует нормальный технический способ. Существует способ пригласить унывых таджиков, которые выйдут с совками, но власть почему-то издрает наиболее экзотически. Это все равно как пошарить по психоневрологическим интернатам. Найти несколько десятков людей со страстью к опрофагии, да, и на поводках спустить их на газоны, да. Я наблюдаю за тем, как они будут обливаться слюнями, переведу. Все, все, все. Спокойно, спокойно. Терроризм зашкаливает. Да, но публику это приводит в неистовый восторг. Именно этот способ сборки газов. Ну и, кстати говоря, если будут включены эти этикетные моменты, то и власть, наверное, с своими отходами жизнедеятельности будет чуть-чуть поаккуратнее обращаться. То есть возникает ощущение дикого, у меня не возникает явистью рептилию, у меня нет никаких чувств, и политика это ваша религия, а не моя, да. Но, вероятно, у многих людей, и я от многих слышу, что возникает за нынешнюю Россию чувство чудовищного стыда, желание порвать паспорт, отказаться от гражданства. Вот не иметь к этому всему кошмару и маразму никакого отношения. Да. Да. И вот я говорю, ребят, не поленитесь потратить пару дней на просмотры итальянской хроники 30-х годов. Не поленитесь почитать газеты того времени. Вы увидите, насколько неизбывным и вечным казался кошмар, в который была Италия погружена в то время. А потом выезжаете в Италию, посмотрите на совершенно нормальных людей, на великолепных людей, и вы поймете, что все это, что вас сейчас доводят до белого коленя, это все лечится и проходит. Русские неплохие, они ничем не отличаются от всех остальных. Просто мы наблюдаем очень тяжелые национальные болезни, через которые прошли все. Мы просто это делаем с существенным оптимистическим. Давайте все-таки в качестве основной версии примем оптимистическую. К тому же у нас, в общем, было очень мало, всегда было шансов радикальную смену, и главное на то, чтобы вычислить, а что же на самом деле из поколения в поколение передается такого, что способно изуродовать до неузнаваемости, в общем-то, прекрасный народ. Это серьезная задача, вычислить, что это именно в культуре, то ли это в мифе, в историческом передается, да, потому что ведь чем ниже интеллектуальный уровень человека, тем больше у него потребность принадлежать большой агрессивной и свирепой стае, да. И когда эта стая не демонстрирует каких-то успехов сегодня, то всегда можно... Вот существует такое заклинание, подлетное время, базы НАТО, ракеты... Блин, а почему Швейцарию не беспокоит какое-то подлетное время? Вот у них-то по идее есть что грабить, в отличие от нас. Может быть, просто стать той страной, которую это не беспокоит, которая не угрожает никому и не опасна никому.